Александр Цибульский посетил Центр содействия семейному устройству «Наш дом». Во время визита глава региона ознакомился с условиями проживания детей и встретился с коллективом учреждения. Центр содействия семейного устройства «Наш дом» – это единственное учреждение в округе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день в учреждении воспитывается 75 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Знакомство с учреждением Александр Цибульский начал с посещения самого небольшого подразделения, в котором воспитываются детки с рождения. Глава региона обратил внимание на то, что, несмотря на возраст здания, а ему уже больше 50 лет, в помещениях тепло и уютно, как дома. Сколько? Четыре месяца и лет. Килюша, возьми за пальчик, правильно ли? Ну, так крепко, не ли. Вот так вот. В основном корпусе Центра содействия семейному устройству «Наш дом» проживают дети в возрасте от 7 до 18 лет. В этом корпусе живут не группами или классами, а семейными ячейками. Каждая такая семья имеет свои спальни, игровую гостиную, санузел и столовую, где им прививают основные хозяйственные навыки. Довариваю чай, масло, сыр, хлеб, это они тоже самостоятельно там, ну, чтобы вы понимали. Да, да, потому что у нас раньше-то были вопросы, как довариваю с чай, даже не понимали, из чего лепить с чай. В общем, все сейчас делаю сами, мы их подсюда сами убираем с сухаром. Есть у ребят и любимый кабинет. Это мастерская, где их учат не только создавать национальные сувениры, но и знакомят с ненецкой культурой. Традиции в детском доме ценят. Преподаватель по ручному труду Маргарита Латышева учит воспитанников тонкостям национального декоративно-прикладного искусства. Мастер делает из фрагментов шкур маленькие поделки игрушки, прививая детям элементы культуры коренного этноса. Я стараюсь наш кабинет украсить, чтобы олени у нас есть, одежды есть, картины. Ребята постарше живут в одном из жилых корпусов школы имени Пурерки. Условия здесь также максимально приближены к домашним. По достижению совершеннолетия воспитанники Центра содействия семейному устройству покидают стены детдома и интерната и живут самостоятельной жизнью. А педагоги нашего дома оказывают им постинтернатное сопровождение. У нас основная проблема – это трудоустройство. Вы сами знаете ситуацию на рынке труда на сегодняшний день. И мы оказываем содействие, созваниваемся с работодателями, встречи. Ну удается устроить? Ну да, мы вчера устроили двоих на работу. В рамках визита в Центр содействия семейному устройству Александр Цибульский обсудил с коллективом учреждения будущее детского дома и ответил на другие социально значимые вопросы. Я бывал в других регионах и, честно говоря, иногда заходишь и понимаешь такая атмосфера казенного дома, что, конечно, заставляет невольно сердце сжиматься. Здесь у меня, вот несмотря на то, что я настороженно изначально относился, когда я вошел, сложилось совершенно обратное впечатление. Те люди, которые здесь работают, просто низкий им поклон за то, что они окружают этих детишек, которые, ну, непростой, мягко говоря, жизненной ситуации находятся, мне кажется, все-таки чувствуется тепло, заботу и атмосферу дома, дома и тепла. В гости к воспитанникам и педагогам Центра содействия семейному устройству «Наш дом» глава региона пришел не с пустыми руками. В спортивном зале ребят ждал подарок. Туристическое снаряжение подарено в этот день администрацией округа. Ну, теперь будет возможность еще больше людей с собой брать и проводить с комфортом время. Поэтому это вам пользуйтесь. Спасибо, да? А ты вас, спасибо. По итогам выезда окруженные власти взяли в работу ряд вопросов, в том числе и по расширению помещений, а точнее по строительству пристройки к основному кирпичному корпусу Центра. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».